Итак, сегодня я буду продолжать рассказывать вам о лекарственных растениях, которые имеют преимущественное действие на нервную и сердечно-сосудистую систему. В прошлый раз мы уже говорили о некоторых из таких растениях, а сегодня мы поговорим о таких растениях, как желтушник, горецвет и о некоторых других. А также, как всегда, мы коснемся вопроса сердечно-сосудистых заболеваний в нашей рубрике «Мир медицины» с Ольгой Гладковой. Ну, а сейчас давайте поговорим о желтушнике. Итак, желтушник, в принципе, можно тоже обозначить как представителя нашей рубрики «Ядовитые растения». Потому что растение – это действительно сильно ядовитое. Обычно слабые ядовитые растения, конечно, в данной тематике мы не рассматриваем. И поэтому первое, прежде чем начать рассказ об этом растении, мне хотелось бы отметить, что данное растение нужно использовать только по назначению врача. Вот перед вами желтушник. Растение, довольно часто встречающееся в степных и лесостепных областях юго-востока России, ну, например, в Саратовской области, произрастает рассеянно по степям, каменистым склонам, среди кустарников, сосновых барах, по меловым горам. Ну, а вот у нас на картинке здесь представлен желтушник сероватый. Это двулетнее травянистое растение, высота которого может достигать 60-80 сантиметров. Корень стержневой, небольшой, стебли прямо стоячие, слабые. Листья линейные, с мелкими зубцами или цельнокрайные, коротко-черешковые. Ну, вот у нас здесь тоже представлено сырье желтушника. Я еще раз хочу повторить то, что, в принципе, конечно же, мы можем его встретить и в продаже в некоторых магазинах, но, тем не менее, все-таки, наверное, лучше использовать препараты из желтушника, а не само лекарственное сырье. Хотя, тем не менее, иногда его включают в сборы, но туда добавляют его просто в ничтожных количествах. Опять повторюсь, это связано с ядовитостью. Ну, и вот если мы говорим о сырье, то мне хотелось бы отметить следующее. Во-первых, ну, давайте сначала еще раз посмотрим на картинку. Вот мы видим, что, наверное, и само название «желтушник» обусловлено тем, что у желтушника желтые цветки. Да, и вот отсюда и пошло название желтушника. Вот, желтые цветки и обуславливают это название. Причем, цветки обычно встречаются в редких кистях. Плоды желтушника – это стручки, которые имеют длину 4-10 мм. Ну, тем не менее, если говорить более подробно об этом растении, то мне хотелось бы сказать, что лекарственное сырье – это в первую очередь трава. Ну, и все-таки, если мы вновь вернемся вот к более такому виду желтушника, то здесь мне хотелось бы отметить, что обычно используется трава, верхняя ее часть, без грубых нижних стеблей, которая собирается в период ботанизации и цветения. Трава сушится немедленно в тени, на чердаках, под железной крышей или в сушилках при температуре около 50 градусов. А готовое сырье представляет из себя высушенную траву до 30 см длины с цветками и незрелыми плодами. Ну, и все-таки мне еще хотелось бы отметить следующее, что если говорить, например, о желтушнике раскидистом, который у нас тоже используется в медицине, то в первую очередь, да и вообще почти все виды желтушника, они у нас содержат сердечные гликозиты. Поэтому уже, пожалуйста, влияние на сердечно-сосудистую систему. Вот перед нами представлено сырье. И опять мы с вами обращаем внимание на то, что вот тут у нас, с одной стороны, вся надземная часть, мы видим, что попадаются, например, у нас как стебли, так, например, у нас и желтенькие цветочки, которые мы тоже видим. И вот в этой траве, которая у нас здесь есть, в ней содержатся сердечные гликозиды, которые по действию аналогичны страфантину. Ну и вот мы видим, да, что вот лекарственное сырье у нас трава, видим, что, в принципе, обычно у нас верхняя часть, и вот у нас все-таки здесь попадаются грубые нижние стебли. Это говорит о том, что сырье у нас не совсем хорошее, его можно очистить от этих стеблей, вот, и брать только вот саму траву и желтые цветочки. Вот, и еще раз повторю, что сушка, она происходит немедленно. Это связано с тем, что вот в этом сырье, которое мы видим, содержатся сердечные гликозиды. И если мы с вами будем высушивать неправильно, то мы просто потеряем большую часть, ну, скажем так, основного действующего вещества. Ну, и мне хотелось бы сказать, что, в принципе, если мы говорим о лекарственном сырье, то в первую очередь, конечно же, это растение, которое оказывает влияние на сердечно-сосудистую систему и также на нервную систему. Ну, и в частности, препараты желтушника, во-первых, есть медицинские препараты, я их, естественно, не называю, где мы можем встретить, например, сок желтушника раскидистого, который входит в состав препаратов. И вот те препараты, которые содержат сок, они используются при ревматических пороках сердца, кардиосклерозе с явлением сердечной недостаточности и нарушением кровообращения первой и второй стадии, при стенокардии, без органических изменений сосудов сердца, вегетативных неврозах. И обычно эти препараты используют по 15-20 капель. Еще раз повторю, что здесь это связано с тем, что растение все-таки у нас ядовито. Кроме того, очень часто вот можно встретить рекомендации в книжках по лекарственным растениям о том, что желтушник у нас еще используется при неотложной помощи при расстройстве функций сердечно-сосудистых заболеваний. Препараты желтушника у нас способствуют нормализации функций нервно-мышечного прибора сердца, гемодинамики. Кроме того, препараты желтушника, в отличие от некоторых других растений, которые у нас содержат сердечные гликозиты, и они вот некоторые, например, некоторые препараты, они способны накапливаться. Так вот, препараты желтушника не аккумулируются. Но, тем не менее, из-за того, что все-таки у желтушника чрезвычайно высокая биологическая активность, поэтому все-таки самостоятельно использовать препараты желтушника не рекомендуют. Ну и вообще, вот препараты, которые сейчас представлены на рынке, они у нас являются, например, основой разных видов желтушника. То есть в одном используется один желтушник, в другом другой. Ну и если мы вновь вернемся к картинке, которая у нас здесь, то мне хотелось бы отметить, что обычно препараты сохраняют в защищенном от света месте. И также мне хотелось бы сказать, что используется также желтушник при недостаточности кровообращения. Также, в принципе, если говорить о препаратах желтушника, то в первую очередь, конечно же, это сердечно-легочная недостаточность, гипертоническая болезнь, стенокардия, в частности, под действием препаратов желтушника, улучшается общее состояние, урежается пульс, увеличивается скорость кровотока, уменьшается одышка и отеки. Ну, мы как раз говорим о сердечно-сосудистой системе. И, конечно, хотелось бы коснуться и нашей рубрики «Мир медицины», в которой мы рассматриваем различные сердечно-сосудистые заболевания. И сейчас я передаю слово нашей рубрике. «Природные лекарства. Фитотерапия. Часть 2». «Мир медицины». В эфире рубрика «Мир медицины» и ее ведущая Ольга Николаевна Гладкова. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Сегодня мы заканчиваем разбор темы такой, как сердечная недостаточность. И поговорим сегодня о том, что-то из себя представляет недостаточность обоих желудочков сердца. Итак, сердечная недостаточность, можно сказать, смешанная, да, и правая, и левая желудочковая, характеризуются застоями в большом и в малом кругах кровообращения, тех, о которых мы говорили при знакомстве с сердечно-сосудистой системой. Итак, в конечной стадии хронической сердечной недостаточности возникают функциональные и анатомические изменения различных органов в связи с гипоксией, то есть с нехваткой кислорода, значительное увеличение размеров сердца, признаки фиброза печени, истощение, нарушение центральной нервной системы, нередко трофические язвы ног, пролежни, бронхопневмонии и так далее. К сожалению, в такой далеко зашедшей стадии болезни, как правило, эффективность лечения очень низкая. И поэтому, значит, наши рекомендации, если вы болеете, старайтесь вовремя помогать своему организму справляться с болезнью. Не запускать болезнь. Это недостаточность, в общем-то, обоих желудочков сердца. Это уже далеко зашедшая стадия сердечной недостаточности. А сердечную недостаточность или недостаточность кровообращения подразделяют на три степени. Нулевая степень, да, нет никаких признаков. Вторая, первая степень, когда эти признаки минимальны. Ну, соответственно, вторая и третья степень, это расширенность жалоб и клинических проявлений болезней. То есть, чем выше степень, тем она более тяжелая. Тем более тяжелая степень. И хочется сказать, что сегодня мы завершаем тему ряда болезней, основной причиной которых являлись атеросклероз и гипертоническая болезнь. И, как следствие, сердечная недостаточность, развивающаяся при их последствиях. Хочется сказать, что в лечении и сердечной недостаточности лежит основной принцип. Что вызывает, усугубляет течение этой болезни? Мы говорим, перегрузка того или иного тела сердца, левый желудочек, гипертония. Поэтому особое внимание необходимо отдавать лечению той же гипертонической болезни, того же атеросклероза. Для того, чтобы избежать последствий, которые идут за ними, такие, как ишемические болезни, таких болезней, как болезни аорты, та же аневризма аорты, та же расслаивающая аневризма аорты, чтобы мы могли возможность полноценно жить. Поэтому еще раз напомним, те этиологические факторы, которые лежат в основе атеросклероза, гипертонической болезни, это и малоподвижный образ жизни, это и вредные привычки, это и нарушение жирового обмена, это диабет, ожирение, гипотиреоз, это психоэмоциональное состояние, это малоподвижность физическая, то есть все, все требует внимания. И, соответственно, если больной находится в состоянии сердечной недостаточности, он должен обязательно выполнять все рекомендации доктора, потому что такой больной без внимания врачебного не может быть оставлен. К сожалению, сердечная недостаточность может прогрессировать. И отсюда переход из одной стадии болезни в другую. Хочется сказать, что в таких состояниях, конечно, решает доктор. Если на фоне проводимой терапии состояние больного не улучшается, а ухудшается, значит, соответственно, дозы или вида препарата ее не хватает для того, чтобы облегчить состояние больному. Поэтому, опять же, в чем принцип лечения сердечной недостаточности? Соответственно, убираем или облегчаем причину, снимаем нагрузку на тот или иной отдел желудочка, отдел сердца, правый или левый желудочек. Соответственно, убираем, стараемся облегчить, разгрузить малый круг кровообращения, чтобы дышалось легче. Соответственно, стараемся снять те отеки и улучшить то состояние органов, которые страдают, для того, чтобы пациент мог чувствовать себя хотя бы относительно неплохо. А вот если мы говорим о препаратах, которые используются вообще для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, ну и в частности для лечения сердечной недостаточности, хронической сердечной недостаточности, то очень существенную роль играют сердечные гликозиды. Да, я согласна с вами. Единственное, нужно помнить, что дозировку сердечных гликозидов, допустим, должен определять обязательно врач. Не соседка, которая сказала или там поделилась своими впечатлениями от приема данного лекарства, а именно врач. Почему? Потому что обладают сердечные гликозиды способностью к накопительству, к кумуляции так называемой. То есть определенная токсичность у них есть. И достигнув определенной дозы, и если вы принимаете большие дозы и достаточно часто, вы можете прийти к обратному эффекту. То есть передозировки сердечных гликозидов, которые также могут вызывать и изменения в частоте ритма, и давать неприятные ощущения в области желудка, и вызывать тошноту и так далее, и так далее. То есть, да, сердечные, природные, так сказать, компоненты лекарства. Как раз сердечные гликозиды у нас и получаются из растений. Вот. Они нужны. Но не самолечением надо заниматься, а нужно обращаться к врачу. Ну вот если опять-таки говорить о сердечных гликозидах, то в основном их получают из растений. И вот опять-таки о том, что вы говорили, вот большинство этих растений, они ядовиты. Вот, например, можно обратить внимание на ландыш, из которых получают, из него тоже получают сердечные гликозиды. Ну, и особенно на перстянку. И есть даже специальные препараты из этих растений. Ну, что бы хотелось бы отметить, что у сердечных гликозидов достаточно множество свойств. В частности, среди свойств это изменение внутриклеточной концентрации ионов, кальция, калия и натрия. И вот даже вот, когда читаешь, например, о том же самом калии, то даже есть такое написание, что вот если калия в организме много, то и даже опасность того, что человек может отравиться, да, сердечными гликозидами, она, эта вероятность уменьшается, что он частично нейтрализует. Но, тем не менее, можно отметить, да, что все-таки значительная часть сердечных гликозидов, они как раз именно растительного происхождения. Я могу сказать, что именно применительно к сердечной недостаточности группы сердечных гликозидов достаточно широко используются. Вот. Ну, опять же, опять же, все в организме взаимосвязано. И поэтому, еще раз повторяю, не самолечением, а все за лечение несет ответственность доктора, с которым вы общаетесь. И коррекция лечения в той или иной ситуации, это тоже дело доктора. И уж тем более нельзя использовать сами растения, которые являются источником этих гликозидов, потому что они, конечно же, очень ядовитые. Нет, нет, это однозначно. То есть в данном случае здесь чай нельзя заваривать, как обычный чай. И действительно, самих препаратов очень большое количество. Даже перечислить растения, наперстянка, страфант, морской лук, ландыш, весенний горецвет, и даже такое растение, как олеандр, который у нас встречается в комнатных условиях, чтобы хотелось отметить, что оно настолько ядовито, что даже, несмотря на то, что очень красивое, что желательно даже к нему и не прикасаться. Ну что ж, спасибо, Ольга Николаевна. До свидания. До свидания. Итак, мы узнали много нового. Ну, а сейчас мне все-таки хотелось бы перейти от желтушника уже к другому растению, которое можно уже и самостоятельно использовать. Ну, вот давайте еще раз просто мне хотелось бы подчеркнуть желтый цвет желтушника. Посмотрим одну из фотографий, где он вновь представлен. И еще раз я подчеркиваю, что желтушник у нас ядовитое растение. И самостоятельно мы все-таки его не используем. Ну, а теперь мне хотелось бы перейти к такому растению, которое у нас носит несколько названий. Одно из них корицвет, другое адонис. Вот давайте обратим внимание. Опять-таки мы видим, что у него такие эффектные желтые цветки. Вот это растение, которое тоже используется при заболеваниях, связанных с нервной системой и сердечно-сосудистой системой. Поэтому мы, конечно же, будем говорить об этом растении. И растение это у нас также носит название черногорка. Широко распространена она в степных и лесостепных областях Юго-Востока. Встречается в европейской части России. Растет она обычно по сухим, открытым степным склонам, опушкам, балкам, на известняках. Наиболее часто у нас встречается горецвет весенний. А это многолетнее травянистое растение, высота которого может достигать 60 см. Корневище вертикальное, короткое, темно-бурого цвета. Стебли округлые, голые, прямо стоячие. Прикорневые и нижние стеблевые листья в виде чешуи буроватого цвета. Прочие стебельные листья сидячие, многораздельные. Доли их узколинейные и цельнокрайные. Цветки одиночные, крупные и, как мы видим из картинки, конечно же, светло-желтые. То есть достаточно такие, как мы видим, эффектные цветки. Ну и мне хотелось бы еще отметить, если мы говорим о горецвете, то, или как еще его называют, адонис, черногорка и так далее, то уже ранней весной, после таяния снега, мы можем увидеть в лесной, да, и лесостепных зонах европейской части, не только России, но и всего СНГ, эффектные растения. Появляется у нас адонис. Ну, мне хотелось бы сказать, что если говорить о том, откуда же получил название вот это растение, адонис, да, научное, то получил это растение название в честь мифологического, финистского и ассирийского бога, солнца Адона, который ежегодно умирал и воскресал каждую весну. То есть такое растение, которое символизирует постоянное воскрешение. Ну, и давайте еще раз обратим внимание на это эффектное растение, которое у нас представлено. Вообще, если говорить о лекарственном сырье, то обычно используется надземная часть, которую собирают со времени начала цветения и до осыпания плодиков, пока, в принципе, не начнется пожелтение листьев. Ну, опять-таки, сушка должна происходить быстро и не под прямыми солнечными лучами. Это опять связано с тем, что растение у нас содержит сердечные гликозиды. Ну, и мне хотелось бы отметить, что, да, раз растение содержит сердечные гликозиды, то к сушке нужно подходить достаточно жестко, потому что в противном случае эти гликозиды, которые обуславливают биологическую активность растения, они просто разрушатся. Ну, и вновь можно посмотреть на это эффектное растение, которое еще можно использовать и как декоративное. Вот оно перед вами. Так вот, если говорить о грицвете, то мне хотелось бы отметить, что действующее начало – это гликозиды, цимарин и адонитоксин, и сапонины. Применяют весенний грицвет как средство, которое регулирует сердечную деятельность, а также как общесентативное и мочегонное средство. В отличие от препаратов на перстянке, гликозиды весеннего грицвета тоже не кумулируют. И поэтому, естественно, грицвет у нас обладает значительно меньшей токсичностью. Ну, а если говорить вообще об использовании грицвета, то мне хотелось бы сказать, что препараты адониза усиливают и урежают сердечные сокращения. Ну, и также грицвет влияет на нервную систему. Он обладает успокаивающим действием. И об этом мы можем узнать даже из многих медицинских справочников, которые тоже рассматривают грицвет. Ну, еще с 18 века грицвет применяли в качестве лечебного средства. В частности, тогда его назначали при сердечных и почечных заболеваниях, при судорогах и истерии. Вот это эффектное растение, как я говорил, является сердечным средством. Заслуга введения этого растения в медицинскую практику принадлежит земскому врачу 70-х годов 19 века Носу и профессору Бубнову. После окончания Киевского университета молодой врач Нос работал в одном из сел Черниговской губернии. И однажды он обратил внимание на больного, которую вылечила знахарка от скопления вод в животе. Врач выяснил, что для своего зелья знахарка использовала адонис. Ну и, убедившись в лечебном действии растения, была опубликована статья о народной медицине южнорусов и об употреблении народом горицвета против сирозных скоплений в брюхе, то есть в одянке. Ну а приоритет экспериментального исследования адониса принадлежит русскому ученому Бубнову. Ну и мне хотелось бы отметить, что можно самим и приготовить настой горицвета. Но опять-таки, когда я сказал, что в растении есть сердечные гликозиды, значит, мы уже с вами должны сказать, что все-таки, наверное, принимать его как обычный чай, конечно же, не стоит. Потому что все-таки, несмотря на то, что вроде бы гликозиды, как я говорил, не аккумулируются, но тем не менее активность этого растения очень высокая. Как же мы будем с вами готовить настой? Ну, в первую очередь, мне хотелось бы отметить, вот перед нами сырье горицвета, да? Мы видим его, опять-таки видим, что у нас здесь представлена надземная часть, вот желтые цветочки тоже у нас встречаются. Здесь у нас наземная, а лиственная часть. И заметьте, что цветки говорят нам о том, что растение было правильно собрано, то есть во время цветения, когда у нас сырье обладает наибольшей биологической активностью. Причем обычно сборы таких растений производят срезанием всего растения, либо серпом, или ножом. Вот. Ну, а теперь мы будем готовить само сырье. Итак, берем чайную ложку сырья. Да, она перед нами. Да, можно даже чуть поменьше. Ничего в этом страшного нет. Вот. Взяли чайную ложку. Можно взять половинку, потому что начать с меньшего. Потому что сырье обладает меньшей биологической, очень большой биологической активностью. Поэтому мы с вами должны это учитывать. Вот у нас чайная ложка. Мы ее берем. И сейчас мы будем ее заваривать стаканом кипятка. Наливаем стакан кипятка. Итак, вроде бы, да, мы сырья положили небольшое количество, но тем не менее, вот для того, чтобы у нас все это заварилось, мы это должны сделать вечером. И вот в течение ночи такой настой будет настаиваться, да, и затем мы должны принимать этот настой следующим образом. Мы должны принимать только по столовой ложке. Не по треть стакана, как иногда у нас указывают, а все-таки по столовой ложке. Три-четыре раза в день после еды. Еще раз повторяю, берем, принимаем только по столовой ложке вот этого настоя. Столовая ложка. Такой небольшой объем связан с тем, что адониз или грицвет у нас содержит сердечные гликозиды. И все-таки, конечно, его нужно принимать небольшими дозами. Итак, настой мы с вами сделали. А теперь давайте вновь вернемся к грицвету. Вот опять появляется перед нами это эффектное растение. Ну и что бы мне хотелось бы еще сказать. Итак, весенний грицвет используется как трава, которая регулирует у нас сердечную деятельность, как общеседативное мочеконное средство. Ну и, в принципе, конечно, обычно назначение препаратов весеннего грицвета у нас производится исключительно по указанию врача. И производится и по наблюдению врачей. Ну, очень часто у нас делают смеси из грицветов, да, различные настойки. Например, такие есть препараты, да, куда входит грицвет. Применяются они в капельной форме, настоянные они на спирту. Иногда, кроме грицвета, да, делают такое. Есть препараты, куда кроме грицвета добавляют. Желтушник, плоды боярышника, валерьяну, камфору и некоторые другие составляющие. Вот. И такие препараты у нас используются при, ну, относительно легких степенях нарушения кровообращения, при болях в сердце, а также рекомендуют и при неврозе. И опять тоже принимают тоже в капельной форме. 15-20 капель. Если говорить еще вот отличия, например, ну, с сердечными средствами, да, растительного происхождения, то у нас еще грицвет. Он еще вдобавок обладает более ярко выраженными мочегонными свойствами. Ну, давайте, вот и мне хотелось бы сказать, что это плюс для людей, которые страдают сердечными отеками. Поэтому они могут использовать грицвет. Но, тем не менее, все-таки нужно обязательно советоваться с врачом по приему грицвета, потому что там есть и определенные противопоказания. Ну, послабляющее действие грицвета тоже может наблюдаться при приеме настоя. Вот. Летом настой очень быстро портится. И поэтому его срок годности, опять-таки тот настой, который мы делали, да, с вами, он ограничивается только в течение одного дня срок годности. Конечно, если сравнивать, например, побочные эффекты от грицвета и, например, той же самой на перстянке, то, безусловно, грицвет, как менее токсичный, обладает и меньшим количеством побочных эффектов. Ну, а вообще о грицвете говорилось очень много, да, например, даже русский психиатр Бехтерев в XIX веке грицвет у нас рекомендовал применять при нервно-психических заболеваниях, при возбуждениях центральной нервной системы, алкогольных психозах, эпилепсиях. Ну, а существуют и сухие экстракты адониса, которые тоже используются при некоторых нервных заболеваниях. Несмотря на то, что прошли, казалось бы, годы, да, с тех пор, как применяется адонис, тем не менее, интерес к нему и со стороны классической медицины не ослабевает. Ну и давайте вновь посмотрим на это эффектное растение. Могу сказать, что потребность в растении для получения лекарств достаточно большая, поэтому иногда даже используют и промышленные плантации. Ну и также мне хотелось бы отметить, что, в принципе, побочные действия грицвета у нас могут вызвать диспепсию. Также не рекомендуют грицвет больным, которые страдают язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки гастритами и энтероколитами. Ну и еще раз повторюсь, что препараты грицвета и сам грицвет у нас применяют в основном при легких формах хронической недостаточности кровообращения. Успокаивают центральную нервную систему. Также иногда используются при гетососудистой дистонии. Ну и тут они часто используются вместе с седатативными формами. Очень часто комбинируют грицвет с такими растениями, как пустырник, валерьяна и так далее. Ну, еще раз повторю, грицвет все-таки нужно применять очень аккуратно и небольшими дозами. Итак, сейчас мне хотелось бы поговорить еще об одном растении, которое носит название астрогал. Вот это растение перед вами. Ну, если говорить о данном растении, то это представитель семейства бобовых. Растение распространено у нас на юго-востоке, в степях и лесостепных областях России. Встречается на территории европейской части России, в Воронежской, Курской и Тамбовских областях. Обычно растет она по степям и степным склонам. Ну, астрогалы у нас различные используются в медицине. Наиболее часто используются астрогал пушистоцветковый. Это многолетнее, травянистое, мохнато-опушенное растение до 35 сантиметров высотой. Ну, вот, опять-таки, астрогалы у нас также, кроме астрогала пушистоцветкового, у нас еще используется астрогал длиннолепестковый, астрогал шерстистый и некоторые другие. Ну, цветки астрогала, они у нас желтые, неправильные, мотыльковые. Также мне хотелось бы отметить, что они имеют такую шерстистые, с прицветниками, поэтому даже вот иногда вот это растение называют шерстистоцветковым, в густых головчато-шаровидных соцветиях. Плод, мохнатый боб, цветет в мае-июне, а плодоносит в июле-августе. Ну, и в качестве лекарственного сырья у нас используется надземная часть астрогала и камедь, которая, это сок, который выступает из естественных трещин и надрезов ствола кустарника, астрогала. Ну, причем камедь собирают с разных видов астрогала, с таких, например, как густоветвистый, мелкоголовчатый и некоторых других видов. Ну, мне хотелось бы отметить, что астрогал у нас еще богат и некоторыми минеральными веществами. В частности, в достаточно большом количестве в астрогале у нас содержится железо, кальций, алюминий. То есть, как мы видим, некоторые очень важные минеральные вещества. Кроме того, в них содержится фосфор, магний, натрий. Это те микро- и макроэлементы, которые накапливаются в астрогале в больших количествах. То есть, можно сказать, что он аккумулятор этих веществ. Кроме того, в астрогале в ходе химических анализов были обнаружены такие вещества, как барий, кремний, стронций, молебден, ванадий, марганец и некоторые другие. Ну, и если говорить вновь об этом растении, астрогал, то здесь мне хотелось бы вновь вернуться к картинке. И отмечено в эксперименте, что внутривенное введение настоя из травы астрогала пушистоцветкового вызывает снижение артериального давления, уменьшение числа и увеличение силы сердечных сокращений и расширение сосудов сердца, почек и кишечника. Ну, и мне хотелось бы также сказать, что в медицинской практике астрогал, как его еще я говорил, что очень часто за счет своих цветков, астрогал у нас еще называется астрогал шерстистоцветковый, так вот он у нас используется, опять-таки, при хронической сердечной недостаточности, которая сопровождается тахикардией, венозным полнокровием внутренних органов и отеками. Ну, и если говорить о том, каковы же эффекты астрогала, ну, с одной стороны, хотелось бы отметить, что если мы говорим о медицинских исследованиях, то мне здесь хотелось бы отметить, что в результате лечения отмечается увеличение скорости кровотока, исчезновение тахикардии, артериальное давление нормализуется, улучшение наполнения пульса, понижение венозного давления и так далее. Кроме того, было обнаружено, что положительное действие астрогала у нас наблюдается и при лечении острого и хронических нефритов. Ну, в данном случае обычно также наиболее эффективен прием астрогала при хронической недостаточности кровообращения первой и второй стадии, которые и при лечении острого нефрита. Ну, и опять-таки, астрогал у нас используют небольшими дозами. Если говорить о настое астрогала, то используется обычно внутрь по одной столовой ложке 3-4 раза в день. Кроме того, я говорил о том, что в фармацевтике еще используется и камедь астрогала. Так вот, она используется в качестве связывающего вещества для приготовления, например, пилюль, таблеток и так далее. Ну, а в народной медицине астрогал тоже использовался достаточно давно. Ну, в частности, камедь астрогалов еще ценилась в Древнем Риме. Кроме того, мы можем обратить внимание, что астрогал – это то растение, которое издавна еще используется и в тибетской медицине. Ну, а в странах Западной Европы астрогал имел немного другое применение в качестве антисифилитического средства. То есть, как мы видим, применение астрогала достаточно обширно. Ну, опять-таки, кроме того, если говорить, разные виды астрогала имеют еще и определенную специфику. Например, астрогал пушистоцветковый еще можно использовать в качестве отхаркивающего и мочегонного средства. Но в данном случае тогда мы здесь используем отвар из корня. Ну, и также астрогал, конечно же, рекомендует при общей слабости и расстройствах сердечной деятельности у пожилых людей. Ну, астрогал тоже растение непростое, и все-таки использовать его тоже, опять-таки, рекомендуют при назначении врача. Потому что он тоже обладает рядом противопоказаний. То есть, это та лекарственная трава, которая имеет высокую биологическую активность, и ее, конечно, просто так в виде чая нельзя принимать. А принимать ее нужно только очень небольшими дозами, либо в виде медицинских препаратов, и исключительно по назначению врача. Но, тем не менее, если говорить о каменде астрогала, то она находит, казалось бы, совершенно экзотическое применение. В частности, в кондитерском производстве камень еще используют в качестве загустителя. Ну, а следующее растение, о котором мне сегодня хотелось бы начать свой рассказ, наверное, известно многим. И как раз это растение, конечно же, обладает меньшей токсичностью, чем астрогал. Ну, и я думаю, боярышник знают все. Некоторые считают, что это растение можно использовать и в качестве пищевого. Насколько это правда, мы сейчас поговорим. Кроме того, конечно же, боярышник можно культивировать и в наших условиях, то есть выращивать его уже и на приусадебных участках. Ну, а в официальной медицине признаны следующие виды боярышника. Как кроваво-красный, колючий, алтайский, зеленомясый, однопесничный, даурский, гладкий, согнутый, чешечковый. Ну, многие виды встречаются и в диком виде, а некоторые из них, например, боярышник колючий, у нас часто культивируется в качестве декоративного растения. Но на самом деле, когда изучали различные виды боярышника, даже те, которые я не перечислял, в принципе, показано, что все они имеют достаточно высокую биологическую активность, и всех их можно причислить, конечно же, к лекарственным растениям. Работы с боярышником ведутся достаточно давно. Велись они и в Московской медицинской академии имени Сеченова, в частности, и в Ботаническом саду при этой академии. И, в принципе, было показано, что в боярышнике достаточно большое количество биологически активных веществ. Ну и, конечно же, многие виды боярышника мы все-таки в первую очередь выращиваем как растения декоративные. Ну и давайте обратим внимание на картинку. И мне хотелось бы сказать следующее. Очень часто у нас боярышник в виде колючих кустов используется для посадки в живых изгородях, которые образуют у нас красивую, но абсолютно непреодолимую преграду. Существуют декоративные формы боярышников с махровыми цветами и красиво окрашенными плодами. Их высаживают куртинами или отдельными деревьями в садах и парках. А боярышники с плотными кожистыми листьями устойчивы в условиях города. И вот очень часто, если говорить об экологии, я читаю рекомендации. Вот, например, когда изучаю растения, как они устойчивы к стрессам города, то я обнаружил, что, оказывается, боярышник даже иногда рекомендует сажать вдоль дорог. Ну и тогда я решил посмотреть, с чем же это связано. Оказалось, что боярышник очень хорошо у нас переносит запыление и задымление. Поэтому можно его использовать. Но тут есть, конечно, одно «но». Что, естественно, такой боярышник мы с вами не будем использовать в качестве лекарственного сырья. Боярышник у нас представитель семейства разоцветных. Растение двудольное. Значит, если оно будет расти вдоль города, то первое, что можно сказать, что, как типичное двудольное, оно будет накапливать кадмий в надземной части. То есть будет в том числе большое количество кадмия, например, в плодах. И свинец тоже неплохо накапливается, хотя он уже накапливается в меньшей степени, потому что, если говорить о накоплении металлов в растениях, кадмия у нас для растений легко доступен. А свинец – это все-таки сложно доступный элемент. Что еще интересно, если говорить о декоративных свойствах, то боярышники очень легко переносят стрижку, и поэтому они образуют красивые нарядные кусты. Ну и если мы вновь вернемся к картинке с боярышником, то мне хотелось бы отметить, что культура эта светолюбива, устойчива ко многим неблагоприятным факторам. Боярышники нетребовательны к почвам, предпочитают тяжелые глинистые, но очень хорошо отзываются на наличие извести. Ну и, конечно же, всем вам хорошо известно, что специального ухода боярышник не требует, кроме периодической подрезки и вырезки сушника. Ну а если бы вы меня спросили, сколько же живет боярышник, то некоторые виды боярышника могут жить до 200-300 лет. Конечно же, внешний облик боярышников различных видов очень сильно отличается. Ну и в частности, например, есть какие-то общие черты. В первую очередь, обычно боярышник — это либо небольшое дерево, либо кустарник. Кустарникам, конечно же, чаще встречается в виде высоких кустарников. То есть это вот данные жизненные формы. И обычно у боярышника присутствуют стеблевые колючки. Причем, что интересно, что колючки у разных видов боярышника разные. У некоторых они имеют длину всего от половины до одного сантиметра. А вот есть такой боярышник, который называется крупноколючковый. Так вот, у него длина колючек может достигать 14 сантиметров. Причем, что интересно, вообще в основном, вот если мы говорим о растениях боярышника, которые имеют большие колючки, так вот для них характерно, что в основном это виды американские. А вот у европейских и азиатских видов колючки значительно меньше. Но, тем не менее, американские виды имеют еще и следующий недостаток, что у них колючки-то не только длинные, но еще они очень прочные. И они долго не гниют на опавших ветках. Ну и представим, наступив на такую колючку, что может произойти? Вот, например, у такого боярышника, как Арнольд, колючка достигает 9 сантиметров в длину и 5 миллиметров толщиной у основания. То есть, можем сами себе представить. Конечно, очень часто боярышник считается совершенно безобидным растением. Что оно, во-первых, очень полезное, но все-таки безобидное. О том, так ли это, мы поговорим с вами в следующий раз. Но могу сказать уже сразу, что ягоды боярышника не так уж безобидны, как это кажется на первый раз. И злоупотреблять этими ягодами тоже не стоит. Ну и вот можно еще сказать, что, конечно, плоды по внешнему виду и строению боярышника похожи на яблонь. И это тоже вполне естественно, потому что и яблоня, и боярышник – это представители семейства разоцветных. Ну и, конечно, плоды имеют разную форму у разных видов боярышника. Мы уже видели, что виды различаются. Да, их можно разделить, например, на американские, европейские, азиатские. Вот, плоды одни имеют шаровидную форму, другие в виде груши, третьи вытянуты и так далее. Ну, тем не менее, вот даже можно посмотреть на цветки боярышника, которые у нас представлены. Ну, хотелось бы отметить, что соцветия боярышников располагаются на концах молодых побегов текущего года. Они сложные, щитковидные, и цветки имеют цветоножки разной длины, и тем не менее находятся в одной плоскости, образуя как бы небольшой щиток. Ну, а в следующий раз я продолжу свой рассказ о таком удивительном растении, как боярышник. Мы поговорим о применении боярышника в медицине и в качестве лекарственного растения. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok